Приветствую вас, дорогие зрители. Это «Свободная пресса», программа «Открытая студия». Меня зовут Александр Евдокимов. В гостях у нас сегодня экономист и преподаватель экономической теории Катерина Кирберева. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами сегодня обсуждаем актуальную новость о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз ввели очередной пакет санкций, который подразумевает точные санкции именно против московской биржи. Мы видели эти многочисленные очереди в Москве, во всяком случае, как люди стали выстраиваться туда, забирать свои средства, вклады. И как вы считаете, насколько это ощутимо для российской экономики? И можно ли сказать, что вот такие санкции окончательно отключают Мосбиржу от системы SWIFT? И, как вот пишут некоторые СМИ, фактически эти ограничения означают, что Мосбиржу полностью отключают от международного долларового потока? Я предлагаю сделать так. Я предлагаю чуть-чуть отступить назад и посмотреть, что такое, в принципе, биржа и как торгуются вот эти валюты у нас в стране. Все дело в том, что есть три варианта вот этого валютного обращения. То есть первый вариант – это как раз биржа. Это означает, что просто все покупатели и все продавцы, грубо говоря, собираются в одном месте. И покупатели видят, это называется у них там стакан у биржевиков, да, то есть все предложения, которые есть по продаже валюты, и по самой выгодной цене покупают. Туда попадают и физлицы, и всякие банки, и крупные компании, ну, короче, все. Но, естественно, что заинтересованы в покупке и в продаже валюты в первую очередь, кто импортеры и экспортеры. То есть экспортерам нужно продавать валюту, они вывезли какую-то продукцию, получили доллары, пришли на биржу, продали свою валюту, поменяв ее на рубли, для того, чтобы расплатиться там с работниками, заплатить какие-то кредиты и прочее. И налоги. Да, налоги, конечно, все, что в рублях. А импортеры наоборот. Им нужно купить на этой бирже эти доллары, и для того, чтобы, опять же, туда пойти и расплатиться этими долларами. Это биржевая торговля. Она максимально зарегулирована для того, чтобы купить там эту валюту. Нужно предоставить документы, объяснив, что ты действительно самый настоящий импортер, а не просто так чего-то там покупаешь. Там очень прозрачная цена. То есть понятно, какая там цена везде кругом. Есть второй тип торговли и обращения вот этой валюты. Это внебиржевой рынок. То есть это то, к чему мы сейчас приходим. Я специально это объясняю для того, чтобы было понятно, к чему мы идем и какие будут изменения. Внебиржевой рынок. На самом деле он очень похож на биржу, но он менее прозрачный. Он менее зарегулированный. И надо сказать, что на него перешла уже огромная масса торгов валютных уже с 2022 года. Потому что у нас санкции-то были введены уже тогда. Под санкции попали наши компании. Нерезиденты наши ушли очень многие с биржи. Ну тогда уже с валютной биржи. То есть в принципе, если до 2022 года, там еще в 2021-2019 году порядка 40% нерезидентов там торговалось, то после 2022 всего лишь там 4-5% осталось. То есть фактически на порядок снизилось вот это количество тех, кто торговался на этой бирже. И все ушли уже на внебиржевой рынок. Он стал расти. И он стал уже, ну таким, как бы более привлекательным и более надежным, что ли. Да, ну такая логика. И третий – это внебиржевой рынок. То есть, еще раз повторю, он менее прозрачный, он менее зарегулированный. На нем чуть меньше вообще участников. Потому что физлицы, например, туда не допускаются. Туда допускаются кто? Брокеры, крупные компании, там банки, скажем, ну вот финансовые организации. И третий тип торговли – это когда, ну непосредственно, она называется билатеральная сделка. Это когда непосредственно там две компании договорились. Ты мне, я тебе. Какая там у них договоренность? Чего там они в договоре пропишут? Ну это уже только им двоим известно. Да, это могут быть просто банки, компании и так далее. Ну вот это самое незарегулированное, то есть там вообще неизвестно, какие условия, какие они сами поставят. Самое непрозрачное, потому что зависит от честности контрагента, с которым вы работаете. Ну вот какая-то так. То есть самая крайняя прозрачная и зарегулированная – это биржа, на которую сейчас наложили санкции. Самое непрозрачное и незарегулированное – это билатеральная. Сейчас переходит, ну вот эта биржевая торговля, она переходит как раз на внебиржевой рынок. Надо сказать, что у нас в стране торговля валютой на бирже имеет исторические корни. То есть в большинстве стран она торгуется валютой именно на внебиржевых рынках. У нас так получилось после 90-х, потому что иностранцы, не резиденты, в том хаосе, который происходил здесь в 90-е, не могли, ну я так скажу, не могли доверять нашей экономике и вот этому внебиржевому рынку. Поэтому там было требование, чтобы все, значит, собирались в одном месте, и торговля шла вот таким образом. Поэтому у нас исторически сложилось так. Финансовые институты там в других странах, ну так называемых развитых странах, они работают иначе, и поэтому у них основная часть, большая часть торговли валютой происходит именно на внебиржевом рынке. К чему мы приходим? К тому, что, а, становится меньше ликвидности. Что это значит? Это значит, что самих денег, самого предложения валюты становится меньше. Ну вот из-за того, что его становится меньше, конечно, цены там меняются. Причем цены меняются не просто цены покупки и продажи, а увеличивается спред. Вот спред — это разница между тем, за какую цену банк продает валюту и за какую цену он ее покупает. То есть покупает он ее дешево, а продает он ее очень дорого. И разница — это, ну вот сейчас в банках я видела, что там порядка 10 рублей может составлять. То есть ничего себе с каждого доллара по 10 рублей потерять. Ну вот. То есть фактически на этом, конечно же, зарабатывают кто? Ну, как обычно, банки. Что касается обычных людей, и вообще валютные сделки становятся несколько дороже из-за того, что это уже не так быстро, не так просто. Естественно, это все будет сказываться на ценах конечных товаров. И кто их оплатит, тоже я не думаю, что открою вам Америку, если скажу, что, конечно, конечников это все будет переложено. Это не огромное... Конечного потребителя вы имеете в виду, разумеется. Да, на конечного потребителя. То есть это не какая-то огромная сумма, но вот процентное соотношение есть. Потом комиссии, которые будут брать там эти брокеры, банки и прочие, они тоже увеличиваются. И тоже все это в конечную цену продукции. Ну и опять же вот эти спреды, то есть разница между покупкой и продажей. Ну вот что-то такое. То есть ситуации, что доллара не будет, и он исчезнет, конечно, не предвидится. Ситуация, что он будет невыгодно его продавать и невыгодно покупать, вот она уже прямо налицо, и она очень даже будет. Вот так. При этом вне биржевые торги, о которых вы сейчас говорили, вы также обмолвились о том, что вне биржевой торговли, она гораздо меньше регулируется. Не похоже ли это на какую-то серую схему? Наверняка у наших зрителей возникнет такой вопрос. Это более серая схема, чем торговля на бирже, действительно. И поэтому, скорее всего, нерезиденты, которые к бирже относились более с доверием, более доверительно, вот к этой штуке будут относиться менее доверительно. И поэтому какая-то часть нерезидентов уйдет, что опять же сократит ликвидность. То есть я специально вот этими терминами говорю, чтобы потом их объяснить, да, и чтобы было, ну вот, что это такое. То есть сократится ликвидность, это значит, что, ну вот они уйдут, меньше своих денег туда принесут, меньше этих денег будет. И поскольку то пришли, то не пришли, то сама волатильность, сами изменения курса доллара и евро, они будут более динамичные, скажем так. И плюс, ведь московская биржа, она подчинялась напрямую Центральному банку, а в ней биржевой рынок уже такого подчинения не имеет. И если ЦБ мог в случае какого-то шока, ну я не знаю, там побежали все по 200 рублей продавать доллар, да, и ну вот просто, ЦБ говорит, все, останавливаем торги на бирже и остановили, да, директивно. То сейчас этого не произойдет, и вот эта волатильность, меньше денег, ликвидность, больше, больше спреда, ну вот это и есть. Но сказать, что это какая-то прям истерика критична и сломит нашу страну, да нет. Мы не говорим о сломе страны, но тем не менее, если остановиться на импортерах, которые, разумеется, которые, например, привозят сюда мобильные телефоны, которые покупают за доллары их за рубежом и в странах до сих пор и Западной Европы, и Соединенных Штатах, например, камеры и все прочее, прочее, чем мы сейчас с вами микрофоны, чем мы сейчас с вами успешно пользуемся. И, соответственно, это все вырастет в цене для конечного потребителя, как мы уже говорили, вопрос на сколько, то есть это может быть в разы, может быть на порядке. Не, 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 но это не в разы и не на порядке, это там, ну какие-то проценты, потому что, скажем, если комиссия, например, банковская была, ну там, я не знаю, 0,1-0,3, там процент вот такое, да, что-то, ну тут будет 1 процент. Ну то есть вот такой порядок цифр. Но я вам задам встречный вопрос, а когда у нас цены не росли? То есть было ли какое-то событие, которое приводило прям к резкому обвалу цен? Мне кажется, у нас что не происходит, мы всегда говорим о том, что ну вот санкции, цены выросли, ну вот Мосбиржа, цены выросли, ну вот доллар подешевел, цены выросли, ну вот доллар подорожал, цены выросли. И как бы что бы у нас ни происходило в нашей экономике, мы все время такие, ну понятно, есть причина для инфляции. Совершенно верно, Катерина, тут я с вами, с своей личной точки зрения полностью согласен. Также можно вдогонку тут сказать, что когда мы это все не терпели, ну так что будем дальше терпеть, насколько бы это ни выросло. Возвращаясь к нашему изначальному разговору, как я уже говорил, тут идет фактически, ну так задумывались, санкции, речь идет о том, чтобы отключить в принципе России от долларового потока. Как вы уже также говорили, что это полностью долларов нашу страну не лишит, но тем не менее какой-то канал будет перекрыт. И в этом отношении сразу зазвучали такие некоторые призывы в разных средствах массовой информации. Я читал, что а может быть привязать уже рубль больше к юаню и, например, на всех даже вне биржевых торгах больше акцентировать внимание именно на юань. Но с другой стороны, юань ведь точно так же привязан к доллару. Вот тут нет в этом отношении некой казуистики и нельзя ли сказать, что эту проблему в целом не решит. Так, тут два момента. Первый момент это по поводу того, что действительно доллары не остановятся. У нас вообще-то, вообще-то на минуточку, у нас профицитный торговый баланс. Что это значит? Это значит, что мы больше продаем, чем покупаем. То есть у нас поступает в нашу страну больше долларов, чем нам нужно для того, чтобы закупить товаров за границей. Поэтому в принципе какого-то там дикого дефицита его не предвидится. Что касается привязки к юаню, то это просто расчетная схема, которая позволяет... Ну вот то, что вы сказали, что юань привязан к доллару, это как раз позволяет пересчитать все курсы запросто. То есть фактически мы считаем рубль к юаню, а потом пересчитываем, сколько юань стоит к доллару, перемножаем и получаем там курс доллара. Ну вот что-то такое. В целом ничего не меняется. Ну то есть ничего там такого страшного сильно не происходит. Единственное, что это дольше, это все вот чуть-чуть там комиссии. Ну и вопрос еще в том, насколько этот через юань, ну может быть и через юань, да, я тоже слышала, что много об этом говорят. Ну то есть ничего там такого особенного в этом в принципе нет. То есть это такой же расчет, просто чуть больше действий математических. Насчет положительного торгового баланса России, тут тоже с вами не могу не согласиться. Мы прекрасно знаем, недавно также проходила информация о том, что Россия вышла на второе место по импорту удобрений полезных сельскохозяйственных в Соединенных Штатах. И на первое место в Евросоюзе. Мы помним, что даже когда вводили самые жесткие санкции... По импорту или экспорту? По вывозу, да? По вывозу. Прошу прощения, да, действительно я оговорился. По экспорту. И соответственно мы помним, что в 2022 году, когда вводились наиболее жесткие санкции, ряд лоббистов в агрохолдингах еще тогда в Соединенных Штатах просили Байдена о том, чтобы он исключил именно российские удобрения. И поэтому все эти два года мы продолжаем поставлять удобрения в Соединенные Штаты. Даже вышли на второе место и на первое место Евросоюз. Так что с вами тут нельзя не согласиться. При этом, опять-таки, возвращаясь к нашей основной теме, все-таки более подробно, с вашего позволения, поговорим о том, насколько было бы выгодно привязать рубль к юаню. Это может быть в целом такая внешнеполитическая конъюнктура, что вот об этом заявляется. Либо, как мы уже сказали, это только декларативно, ничего не изменит. Это, в общем, если мы даже пересчитаем курс, то получится тоже на то же. Так что, может быть, это заявляется просто в угоду общей конъюнктуре. Все дело в том, что у нас ведь все больше и больше растет торговля именно в юанях с Китаем, ну вот с этими дружественными странами. И чем больше доля юаней становится в нашей торговле, тем удобнее нам просто считать в юанях. То есть, если раньше основная часть торговли шла в долларах, то мы в основной нашей расчетной единице рассчитывали этот курс и через него пересчитывали на те же юани. А сейчас, если большая часть нашей торговли идет в юанях, то мы делаем обратную просто операцию. Я на самом деле ничего в этом такого прям не вижу, что могло бы сильно проблемы создать или наоборот показать какую-то слабость. Да нет. Катерина, есть мнение, что раньше у нас была одна экономическая, во всяком случае, зависимость от странов Запада, а теперь мы просто сменяем одну зависимость на другую. Теперь уже от Азии и от такого коллективного азиатского Востока, можно сказать. Правильно ли так думать? Есть такое мнение, я с ним не согласна. То есть, я смотрю на это так. То есть, у нас есть объективная реальность, в которую мы попали. То есть, мы поняли. Мы, во-первых, начнем с того, что мы знаем, что с 90-х годов в течение 30 лет наша страна была настолько развернута на Запад, что мы и отдыхать туда ездили, в эту Испанию, Италию, Грецию. Сейчас в КНДР отдыхают. Да, там в лагеря дети отправляют, да, мило. И там недвижку покупали наши, как бы, финансово обеспеченные люди, да, покупали там недвижку, у них там учились дети, у них там жили семьи и так далее, и так далее. То есть, фактически, их жизнь была сосредоточена там. И фильмы мы смотрели их, и ориентировались мы на моду на них, и язык мы учили их, и вот вся культура и все, что связано с нашим, ну, вот внутренней культурой, политикой, экономикой, мы во всем ориентировались на Запад. Это факт. Потом начинается специальная военная операция, и становится очевидно, что, ну, все, вот это вот, будут сейчас рваться эти связи, и начнутся связи с Востоком. Это тоже, да. И здесь возникает вопрос, окей, наша страна, которая находится в такой, ну, вот это слово, да, в точке бифуркации, когда надо прям что-то вот менять-менять прямо сейчас, что делать? Есть несколько вариантов. Первый вариант — это, что весь мир, то есть сейчас называют всем миром, там, США, Европу и все, да, но есть как бы и другой мир. И если мы предполагаем, что вообще все поддерживают санкции и отказываются от работы с Россией, то мы попадаем в полную изоляцию, и наступает экономический крах. Но здесь вдруг оказывается внезапно, что Китай забирает наш экспорт, ну, в первую очередь по нефтегазу, естественно, и, в принципе, замещает нам импорт, ну, большинства товаров. Хорошие, а не плохие, это уже дискуссионный вопрос, но машины у нас остались хорошие, плохие, нам есть на чем ездить. Станки, оборудование осталось, там какие-то гаджеты остались и так далее. Цена только на них не осталась, что касается автомобилей. Цена вообще чудовищная, да, совершенно. Вот, то есть, в принципе, сказать, что санкции сработали так, как на них рассчитывали, нельзя. И это произошло благодаря тому, что Китай принял такое политическое, в первую очередь, решение. То есть, это не просто, типа, мне выгодно, я так сделаю. Это политическое решение поддержать Россию. Ну вот, России вот в этот сложный момент плечо подставили. Было ли это выгодно Китаю? Безусловно. Ну, то есть, они безумно расширили свое производство. Ну, как безумно, окей, ладно, не будут такими терминами. Они сильно расширили свое производство, у них расширился рынок сбыта для многих товаров. И в целом, ну, это для них супер просто, ну, для роста их экономики это очень, при очень выгодно. И здесь вопрос в том, попадаем мы в зависимость или не попадаем. Я на это смотрю так, что вот вы, например, Россия, а я, например, Китай. И у нас с вами есть какие-то отношения взаимовыгодные или не очень взаимовыгодные. И вы принимаете решение, как вам развиваться и как вам действовать дальше, учитывая эти отношения. Вот так же и наша страна должна просто-напросто строить свои планы и делать расчеты, исходя из текущей ситуации. То есть, у нас есть какие-то отношения с Китаем. Я вижу это так, что нам нужно договариваться с Китаем. Вообще, я даже на самом деле знаю схему, по которой стоило бы договориться. Поскольку мы поставщик именно ресурсов, металлов, нефтегаза, вот этого всего, да, в первую очередь в Китай, то, во-первых, нам нужно отвязывать цену наших ресурсов от международных бирж, где формируются цены на наши ресурсы. А это проблема для нас, потому что с какой стати на нашу продукцию формируют цену где-то там за рубежом. Вообще, это нонсенс. Если мы отвязываем цену от тех бирж, формируем собственную биржу, у нас оказываются очень сильно дешевые ресурсы внезапно. И таким образом у нас получается сильная переговорная позиция по отношению к Китаю. И мы говорим Китаю, товарищи китайские, вы, пожалуйста, технологии свои, которые вы нам просто так давать не хотите, а они не хотят их просто так давать, давайте делать с вами совместные предприятия у нас здесь в стране. Мы вам дешевые ресурсы на этих совместных предприятиях, там будет, получается, дешевая продукция. Эту дешевую продукцию вы сможете вывозить к себе, торговать и так далее. Это супер выгодная деловая схема. То есть это не вопрос попрошайничества, а дайте, а что-нибудь, а пожалуйста. Это вот рабочая бизнес-схема. Здесь есть очень много но, здесь есть очень много политических но. Но вот в целом, да, я обрисовала, как это может работать с учетом того, что будут приняты какие-то соответствующие решения. Если, резюмируя, если наша страна будет проводить такую же позицию, такую же политику подчинения и неразвития собственной промышленности, собственной экономики и вообще своей страны, то да, мы будем попадать в такую зависимость. И ничего совершенно не изменится. Но проблема-то, чья Китая? Это потому что Китай плохой? Или Китай должен нам прийти и сказать, все, мы вам сейчас тут все построим, все сделаем? Да нет, конечно. Китай относится к России как к совершенно обычной буржуазной демократии, как к своему стратегическому партнеру, с которым они ищут взаимовыгодные точки сотрудничества. Вот и все. Совсем недавно китайские товарищи предложили продавать им газ по внутренним ценам. Я вчера записывала подкаст со специалистом в области энергетики, и он рассказывал очень сильно интересную вещь. Я не знала об этом раньше, ну вот за что купила, за то продаю вам сейчас. Что цены на газ, именно на газ, формируются не так, что я к вам прихожу, и мы с вами так, почем будем покупать газ, и вы на меня давите, и я такая бедная Россия, типа, ой, ну ладно, вот сейчас я буду вам задешево продавать газ, раз вы у меня задорого не покупаете. Не такая вообще схема. Схема состоит в том, что в Европу мы продаем газ с привязкой к бирже, то есть вот та же самая биржа, как валютная, точно так же складываются цены в Европе, и там есть некая формула этой цены. Целевая биржа. То есть, да, 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 то есть есть некая формула цены, мы берем, допустим, на 2024 год там среднюю цену, ну я упрощенно, да, среднюю цену 2023 года, и по ней рассчитываем цену на 2024 год по заключенному контракту, ну и так далее. Это прописывается в контракте. В Китае у нас немножко другая схема, но это опять же исторически так сложилось. Схема расчета цены, она привязана к нефтепродуктам на газ, то есть не к бирже, а к ценам на всякий мазут, там, нефть, ну, разные вот эти штуки. И из-за того, что сейчас происходит энергетический кризис, ну вот именно из-за этого, биржевые цены и вот эти нефтяные, так называемые, цены, они сильно разошлись. И только по этой причине мы поставляем в Китай по более дешевым ценам. Просто прежние контракты были заключены на таких условиях. То есть не сейчас нас Китай прогнул, а Европа наоборот, а прежние контракты обусловили вот эти цены сейчас. Вот оказывается так, я не знала этого. Катерина, мы с вами частично обсудили то, что есть достаточно ощутимый разрыв с коллективным западом в экономическом смысле. Но, может быть, он не настолько большой, как о нем часто говорят, потому что мы прекрасно знаем, что до сих пор, даже последние два с половиной года через территорию той же Украины мы продолжаем поставлять газ и нефть. Мы знаем, что наша транснефть платит Укртранснафте, наш Газпром платит украинскому нафтогазу. До сих пор эти две трубы идут вполне себе в Европу. И мы также уже говорили о том, что мы поставляем удобрения в Соединенные Штаты, но поставляем также и уран, и нефть. Нефть стали поставлять напрямую, если мне не изменяет память, с осени 23-го года. Может быть, действительно, разрыв не такой большой, и зря люди бьют тревогу, поэтому все может резко вернуться на прежние объемы, если поменяется какая-то внешнеполитическая конъюнктура и у нас, и в Соединенных Штатах, например, а может быть, и там, и там сразу. Не, ну вернуться, конечно, может, это дело такое. Все-таки мы с вами говорим об обществе, а общество здесь, ну, как бы совокупность индивидов, поэтому, правда, индивидуальные решения, они могут поменять что-то. Но как я вижу вот этот вопрос того, что до сих пор у нас эти связи не разорваны? Я помню, что Путин выступал и говорил именно так. Он говорил, что, ребят, логика такая. Мы смотрим, ну, грубо говоря, чем мы торгуем, какие у нас связи. Мы смотрим на те санкции, которые против нас вводят, и принимаем решение стратегическое. Вот сейчас нам выгодно обрубать, например, поставки, ну, там, тех же удобрений. Да, и смотрим, что, ага, если мы обрубим поставки удобрений, то вот наш первый, там, производитель, да, внутри страны, второй производитель, третий, ну, да, не загнуться. Что мы от этого получим, да? Ну, и, грубо говоря, на весах встают вот эти вот плюсы и минусы, да? И принимается решение, что вот, ну, на сегодняшний день мы этого не делаем. Там, завтра, может быть, когда плюсы перевесят для нашей страны, это будет сделано. Ну, вот как-то так. Вместе с тем очевидно, что рыночная экономика и капитализм подразумевают вот эту самую рыночную анархию и хаос производства. Это означает, что отдельные субъекты экономики, то есть отдельные предприятия, транснациональные корпорации, холдинги, они же торгуют там, где им выгодно. То есть они же не приходят и не спрашивают там, ну, не знаю, президента или нас с вами, а можно я буду торговать? Ну, чаще всего они просто заключают контракты с теми, с кем им выгодно заключать. И вот, да, именно так выглядит капитализм, что я вам продам все, что угодно, только дайте денег. При этом капитализм на сегодняшний день достаточно глобализирован. Мы понимаем, что очень тесны экономические связи, и, наверное, трудно их связывать с теми капиталистическими экономическими связями, которые были там в начале 20 века или в 19 веке. Поэтому какая-то общая блокада отдельно взятой страны, она, наверное, ну, в таких супер жестких каких-то формах, она невозможна. Вы совершенно верно отметили о том, что если мы не будем продавать, то, естественно, мы теряем деньги, все достаточно логично звучит, но это совершенно не вяжется с пропагандистским нарративом, что вот там коллективный Запад ждет и смотрит, как бы нас всех развалить. С пропагандистским нарративом очень много чего не вяжется. Это нормальная ситуация, когда говорят одно, а делают под ковром совсем другое. То есть деньги – это деньги, а что там, ну, скажем так, общественное мнение – это общественное мнение. И понятно, что действуют наши предприниматели в силу своих собственных экономических интересов. Это, разумеется, никто с этим не справится. Ну да, под ковер лучше не заглядывать, чтобы не разглядеть там вдруг чего-то суперправдивого. Вы знаете, Катерина, у меня в некотором роде есть такое политическое, экономическое дежавю, потому что я прекрасно помню, как в середине нулевых и в конце десятых было много критики правительства со стороны и коммунистов, и со стороны патриотически настроенной общественности о том, да что же мы вот так к этому Западу привязались, почему же мы уничтожаем свое производство, значит, сделали из России чисто сырьевой предаток этого самого Запада, прогибаемся под них и экономически, и политически. Сейчас нет ли точно такой же похожей ситуации, но уже на восток и в Азию, потому что совсем недавно была информация о том, что речку нашу туманную хотят продать, которая на границе с КНДР Китаю, потому что это позволит выходить Китаю в Японское море напрямую. Мы прекрасно помним, что в 2010 году два острова отдали Китаю, Большой Уссурийский и остров Тарабаров, поэтому вот похожая ситуация на сей раз, я так понимаю, за деньги, все-таки тогда бесплатно, и здесь у тех же самых людей, которые были против тогдашней такой экономической и политической зависимости, мы не видим такого недоумения и негодования. Я честно вам скажу, что насчет речки и даже, кстати, насчет островов я не в курсе, то есть, скорее всего, там надо смотреть, предполагаю, что это какие-то, ну, опять же, политические решения, что они сданы, там, и острова, и речка в аренду, скорее всего. Сколько у нас рек с другой стороны еще в России. Да, что они, скорее всего, сданы в аренду, там, да, ну, на каких-то условиях. Это надо просто посмотреть, я, честно, не знаю, поэтому даже мне сейчас сложно об этом говорить. Ну, вот, что касается зависимости, ну, вот понимаете, в чем дело? Это, ну, нет такого однонаправленного движения, что вот мы начали сотрудничать с Китаем, все, мы попали там в зависимость. Это наши внутренние, в том числе, политика и решения, то есть, как мы себя будем вести по отношению к Китаю. Я, если вижу, что Белоруссия договаривается с Китаем о том, что Белоруссия становится для них хабом, через который они поставляют, ну, на Европу, да, какую-то свою продукцию, а, ну, грубо говоря, за это Китай строит им БМБК, да, он называется. Это вообще потрясающая штука, это комбинат, который занимается, ну, биотехнологией разделения зерна на аминокислоты. То есть, это вообще высочайшие технологии вот в этой области, и таких там комбинатов всего семь в мире, вот в том числе в Белоруссии. Это я к чему? К тому, что переговорная позиция работает так, что ты мне, я тебе. Мы договариваемся, я тебе речку, а ты мне вот это за это, да, ну, то есть вот какие-то вещи. Поэтому я далека от того, чтобы думать, что у нас, ну, в руководстве сидят совсем там какое-то дурачье и не могут найти точек для соприкосновения и взаимовыгодного вот реально сотрудничества. И я думаю, что сейчас самая острая точка для переговоров, это, конечно, стратегическое положение России, Китая, именно стратегическое сотрудничество, потому что вообще еще бабушка надвое сказала, как будет военно-политическая ситуация развиваться в мире. И тут вот самое главное, в чем нам надо сотрудничать. А насчет технологий, насчет развития производства, это делать нужно, это делать очень важно, это нужно делать по плану, то есть прямо составлять государственный план, делать крупный масштабный государственный сектор, в котором полностью все планировать, и от него уже там госзакупки, там поставки, ну вот какие-то вещи осуществлять. Вот опять мы возвращаемся к тому, что капитализм как таковой, как система, он не позволяет этого провести в полной мере, то есть он все равно делает что-то ограниченным, частичным, какие-то личные интересы, какая-то коррупция, какая-то ерунда, да, вот оно все время присутствует. И всегда мы будем видеть вот эти родимые пятна и такие неприятные последствия самой, ну то есть это не баг, это фича системы, здесь по-другому нельзя, это не коммунизм, не социализм, это очевидно, но так уж получилось, что сейчас наша страна кровно заинтересована в том, чтобы эту индустриализацию проводить. Ну и, кстати, проводится, он даже, сколько предприятий там появилось, как много начали работать, и даже у нас там промышленное производство выросло в прошлом году. Как раз по поводу экономической зависимости, наверное, это все-таки вопрос не к Соединенным Штатам и не к Китаю, а прежде всего к самой России, насколько она сама технологически и в производственном отношении развита, тем лучше у нее будут условия, которые она может диктовать на внешних рынках. Ну, естественно, конечно. А сейчас мы видим, что Мишустин уговаривает в китайских автомобилях сделать хотя бы российский руль, вот когда, наверное, эта ситуация изменится. Да и знаете, как я вижу, кстати, про автомобили? Я вообще думаю, что надо бы про них прямо разобраться, съездить на завод, там снять ролик. Для меня это очень интересная, кстати, тема, что у нас происходит. Ну вот из того, что я читала, из того, что я знаю про тачки, что там логика такая, что сначала мы устраиваем крупноузловую сборку, потом мы дорабатываем до мелкоузловой сборки. То есть если в первом случае, я не помню порядок цифр, но порядок, что в первом случае там собираются, ну, грубо говоря, с 50 деталей, и во втором случае мелкоузловая сборка, там из 500 деталей. Понятно, что чем мельче эта сборка, тем сложнее сам процесс. И потом постепенно мы начинаем заменять каждый из компонентов, ну, на свое отечественное. И такая договоренность, насколько я понимаю, с китайскими поставщиками есть. Просто если вы пока не готовы заместить какие-то детали этих машин, ну, то извините, если у вас нечем заменить, то как бы берите, что есть. Вот, пока такая ситуация. Ну, опять же, то есть если либеральная парадигма и либеральная догма, в которой мы 30 лет жили, говорила нам о том, что мы все купим, ничего не надо делать здесь, внутри страны, давайте вообще все наоборот разрушать. Если продолжится вот эта политика, ну, как бы да, ничего сделано не будет. Если другая сторона этого противоречия возобладает, то будет другое. Мы будем на это искренне надеяться и уповать. Катерина, большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю нашим дорогим зрителям, что сегодня у нас в гостях был экономист и преподаватель экономической теории Екатерина Кирберева. Ну, а вы не забывайте подписываться и, разумеется, ждем вашей активности в комментариях. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.